света расскажи пожалуйста про марафон рождения аватара что в нем ты предлагаешь всем участникам получить всем привет ребят этот марафон он родился наверно после того как многие ребята делали запрос как правильно входить сухие дни почему именно так какие травы нужно пить в какой момент что происходит с нашим организмом и как раз в марафоне рождения аватара я рассказываю не только как входить правильно не только какие травы как заваривать лучше но и рассказываю что происходит в нашем организме когда мы делаем то либо иное действие когда мы пьем какие-то травы когда мы начинаем делать какие-то практики физические ну и конечно же в рождении аватара там будет психологическая проработка, потому что только механическая, только проработка нашей физики, она нас далеко не уведёт. Именно поэтому я ещё делаю и психологическую проработку, отвечаю на вопросы ребят. Правильно ли я понимаю, что для того, чтобы наше сознание могло расширяться, наше тело, оно тоже должно быть в каком-то определённом состоянии, качестве? И вот именно техники по тому, как родить, создать свой новый аватар, в этом марафоне и разбираются подробно. Да, конечно. Там будут упражнения у ребят, которыми они могут пользоваться, и, конечно же, вне марафона. То есть этот марафон им даёт, это как первая ступенька начальная, как им можно в дальнейшем самостоятельно очищать тело, о чём им нужно задуматься, когда у них сознание начинает, когда он начинает включаться и бороться с вами, говорить «Да, давай потом, давай в следующий раз, давай с понедельника». Именно это мы будем говорить, почему так мозг устроен, почему он нам это говорит, что происходит, какие наши паттерны поведения срабатывают, чтобы не пустить нас в чистые дни. И это мы тоже будем проговаривать. Ну вот если я, например, прямо сейчас не собираюсь уходить в полную автономию, но с интересом смотрю в сторону малоедения, вообще уменьшения количества еды, мне полезно на этот марафон прийти? Да, конечно, потому что это в первую очередь, это исцеление физического тела. Это не проход в автономию. Это, я ещё раз повторюсь, это первый шаг, это первая ступень к исцелению физического тела. Как только вы исцеляете физическое тело, то тогда ваше сознание через осознание может тянуться дальше, и вам тогда уже не нужны будут эмоции в виде еды. Тогда вы упадёте на уровень чувствования через ощущения. И это другие процессы. А если, например, какие-то участники уже опытные, я знаю, просто много людей к тебе обращаются, которые являются в том числе и медийными личностями, и известными практиками, скажем так. Но я не конкретно про какого-то человека сейчас спрашиваю, а в целом, если есть у человека практика в сдержании от еды, от пищи, от питья, то этому человеку полезно будет на марафоне рождения аватара? Насколько это вообще будет полезно? Ну, конечно, это будет полезно, потому как если в его жизни ещё присутствует еда, то значит, что у него какой-то момент с самим собой ещё недоработан, недопроработан. И этот марафон, он тоже увидит в нём свою изюминку, свою ступень, своё направление. Конечно же, это для разных уровней, и именно поэтому есть там живое общение в этом марафоне будет, где я буду отвечать на все вопросы, которые будут, ну, на все вопросы, касаемые этой темы, я буду отвечать на них. То есть кроме того, что материалы в записи, ну, стандартно, да, идут, будет какое-то живое общение именно с теми людьми, которые сейчас придут на этот поток марафона? Да, это будет живое общение, это ребята будут в течение суток скидывать какие-то вопросы в чат, это будет отдельный чат, и на прямых эфирах я буду отвечать на эти вопросы, и помимо того, что я буду отвечать на те вопросы, которые написаны, люди, которые будут сидеть на эфире, если им что-то будет непонятно, они точно так же могут писать в чат свои вопросы, и я буду на них прямо в режиме онлайн отвечать. Да, это будет практически живое общение. Да, уникальная возможность просто вот лично повзаимодействовать по какой-то узкой теме, да, получается так. Здорово. Спасибо тебе большое за информацию. Ребята, мы ждем вас всех тоже на марафоны. Присоединяйтесь. Да, ребят, присоединяйтесь, всех жду, и это будет уникальный марафон, и вы об этом узнаете первыми. Присоединяйтесь.